Герман Макса глушит. Чё это? Да, ну, типа, наверное, потеш, наверное, мне надо будет сделать. Да не знаю, вроде-то у меня нормально. А, ну да, я настраивал микрофон, чтобы у меня шумы, типа, не уходили. Давай, сейчас я тебя убавлю чуть-чуть. Вот так вот, на 7.5 поставлю тебя. Скажите, дорогие друзья, как вам будет? Слышно меня, Германа? Всё замечательно или нет? И кого надо добавить? Меня или громчика? И мы будем это фиксить. Так, ставки полетели, ну а мы полетели с вами во вторую карту. Буря в пустыне. Ну и чем же нас удивят девочки сейчас? Что они смогут нам показать у команды Детрейм? Начало в обороне, это для них шанс уцепиться за эту карту, взять для себя преимущество. Но аркады на площадь не будет. Девочки откинули гранаты, разошлись все по своим позициям. Но вот Purple KSS, я так понимаю, здесь была намерена выходить на поджим площади. И правильно сделал, что не пошла. Её бы там ждала верная смерть. Да, ну опять же, БК без минусов, но здесь мидл активно прессуется командой Токси Гарпис. И вот здесь Эста Стейшн должна выходить в спину. Ну и вот есть первый минус от неё. Правда, это Легот Размена, Легот Прифайром. Забирают также океаническую. А всё, Аплент свободен. А только Мародёрка Железо вроде как-то может здесь поспособствовать тому, чтобы этот Аплент не установили. Девочки из команды Токси Гарпис, но они плавно перетягиваются под Б-плент, где уже Мародёрка, я думаю, слышит первые подступы к этому Апленту. И да, она уже слышит Майн Контрол, но она, в принципе, должна понимать, что ещё и девочки из длины пришли. Но здесь 3 в 1. Но ещё и Мародёрка находит минус с гранатой как раз-таки неплохо. И это 2 в 2, и Бомбы явно пока что ставить не хотят. Ну вот, Майн Контрол хороший фраг, и для Мародёрки это клатч. Но Мародёрка уже находится по боковой, она ликвидирует Майн Контрол и далее выходит на перестрелку против Число Зверя. Число Зверя отходит немного назад, и я думаю, она понимает, что ей здесь надо играть на таймер, не надо ей стреляться. Мародёрка всё-таки идёт далее пушить свою соперницу, ну а Число Зверя, опять же, отличная пачка, и это первый раунд в активе Токси Гарпис. 1-0, загорается счёт на табло, но, конечно, здесь заставили немного Детреймы попотеть соперниц, но опять этого было недостаточно. Сейчас надо сразу же хватать своё, надо не позволять соперницам раскачиваться и забирать там 3-4 раунда по первой половине. Это будет для Детреймов очень плохим знаком. Ну а учитывая тот факт ещё, что команда Токси Гарпис начала для себя плюс сразу же первый раунд, то здесь можно судить о том, что у нас строй действительно демонический у этих девчонок. Они просто хотят быстро пройтись по своему сопернику, не даже не задумываясь, кто перед ними. Вот тут даже в стиле, наверное, что-то команда Мэтхаус сейчас будет происходить, когда одна команда просто переезжает комбайном в другую. Ну и сейчас посмотрим, Кисмайл выходит под кишку, там Белоснежка стоит, Белоснежка, всё, её спалили и Кисмайл не идёт дальше стреляться, понимает, что её потеря здесь будет вообще неприятно. Для её команда ждёт Мидл и там Вита, число зверя должна выходить, но Кисмайл погибает немножко раньше времени. Но там опять же Кисмайл открылась на кишку вообще зазря. Если она хотела запушить Белоснежку, надо было делать это более быстро, более агрессивно. Она на контрол как-то пыталась открылаться, то бишь в приседе, и в соответствии Белоснежка её законтрила моментально. От Перпл КСС есть минус по Элиго, число зверя и Майнд Контрол 2 в 3. Тем временем число зверя встречается с Перпл КСС в упоре, у Ашки не помогает Юлии, но и всё-таки число зверя оформляет неплохой минус. Есть фраг также от Майнд Контрол, Белоснежка разменялась, но Надежда должна далее пушить свою соперницу более агрессивно. Но только открывается на Б-сайт, где Майнд Контрол её ликвидирует за считанные секунды. 2-0 загорается на таблон, но пока что не могут найти какого-то ключа верного для обороны. Как встать, как закрыть вообще позиции, чтобы не пропустить... Но здесь просто звенья очень хорошо наиграны у команды Токси Гарпиус. Опять же, да, я говорю, здесь не хватает просто опыта банальной команды ДТ Рейм. Но вот смотри, Элигот, она выходит, сметает двух соперниц со своего пути. Да, Перпл КСС должна её будет разменивать сейчас. Но 18 хп остаётся. Нет, всё-таки, да, есть фраг, это 3 в 3. И здесь Элигот в своём стиле фирменным играет. Она просто вылетает на мидл. И так было уже со многими командами. И я это прекрасно помню, мы это с тобой дело всё комментировали, когда просто на морозе Екатерина Бабушкина пролетала и ставила там всем хэдшоты. Но вот от мародёрки хороший минус всё-таки с песков есть. И остаётся у нас майн-контрол вместе с Кисмайл двоём. Но эти девчонки тащить умеют, тащить могут. Ну и вот Кисмайл, одна в три. Первый минус есть, второй минус будет или нет. Но там уже со спины приходит Бласнежка и говорит, ай-яй-яй-яй, нехорошо. Зерик на третий раунд подряд, надо бы у вас один забрать. И это всё-таки есть первый раунд у ДТР. И мы будем надеяться, что девчонки с борьбы здесь не вылетят. Ну опасно, опасно было сейчас. Опять же, если бы Кисмайл смогла добить мародёрку по боковой, то Белоснежка так бы оказалась не в самой благоприятной ситуации. Там скорее бы всего Диана пошла сейвить бомбу, да, просто бегать от своей соперницы. Но от Белоснежки хаешка неплохая под заход верхнего кафе. Перпл КСС, вид выход нижнего, погибает Элигот. Но сейчас Элигот не попыталась сыграть на мидл, за это её, в принципе, и контрит. Моментально к ней были готовы уже. Ливерпульчик пока что с нулём фрагов идёт. Куда же подевалась эта девчонка, пока что неизвестно. Но будем надеяться, что включится сейчас моментально и пойдёт раздавать по головам. Там Океаническая пытается принимать при выходе Миддам. Но там Ливерпульчик пытается в соло пикать. И мне кажется, ей этого делать не нужно. Надо отойти обратно к своим тиммейткам на лонг. И выход уже имеется под зелёные щи. Есть информация по мародёрке. Но как её простили здесь, не понимаю. Ой-ёй-ёй-ёй, закидали. Да уж. Я вот не понимаю, как Кисмайл. Простили, я здесь, знаешь, по привычке не нажал кнопку, говорю-говорю и понял, говорю, что сам с собой. Здесь, во-первых, Кисмайл очень поздно убили. Её должны были закрывать раньше. Там стояли девочки-стройки и за зелёным ещё на перекрёстный огонь. Девочка-стройки с уашками, по-моему, это была Эста Стейшн. Она не вышла по таймингу. Ну вот здесь зато Кливерпульчику по таймингу выходит. Перпул КСС, но она не понимает, что Ливерпульчик имеет абсолютно хорошую возможность выйти под Аплент поставить бомбу. И там одна соперница только на железе. Вот вопрос в том, Ливерпульчик зачекает ли мародёрку сейчас, ну и Белоснежка там же, в принципе, на железе. Бывает, бывает, Герман. Но и Ливерпульчик выходит всё-таки на игру под Б-сайтом. По ней есть информация как раз-таки от Белоснежки. Пытается начекать ещё Ливерпульчик-соперницу, но там Перпул КСС поджимает длину. Ну и мне кажется, здесь девчонки сейчас просто пойдут выносить свою соперницу в три ствола. Ну даже не в три, а в два здесь одной Перпул КСС было достаточно со своими УА-93 парные. И второй раунд для себя забирают девчонки Детрейм. Но сейчас уже было как-то более поувереннее. Сейчас втроём остались в живых, всё хорошо сделали. Ну и самое главное, вот сохраниться в этом положении, забрать тройку, четвёрку, пятёрку. Ну шестёрку это минимум, мне кажется, которые должны брать сейчас для себя Детреймы. Ну а там семёрочка будет хорошо, восьмёрка просто идеальна. А, ну до восьмёрки уже не дойдём. Да, до восьмёрки мы не дойдём, но мне кажется, шестёрка ты прям сейчас... Не знаю, прям... Ну это оборона на буре. Нет, это понятно, а это Токсигарпес. И это Токсигарпес на своей домашней карте. Есть твоя правда. Да, но это знаешь, что это тоже, скорее всего, она... Это просто доля моей правды, которая, в принципе, повествует о том, что мы вообще очень редко стали видеть счёт 6-3. Мы чаще всего видим 5-4, первую половину, независимо от соперников. То есть атака даже, допустим, сильная, да, и, допустим, с более слабой командой, она не всегда играет на все свои 100%, которые она может в теории отыгрывать. Поэтому здесь иногда девчонки отпускают, но потом, да, на смене сторон просто берут там оставшиеся 5 раундов довольно легко. И так, опять же, Токсигарпес уже делали против своих соперниц. Они отдавали там 5 раундов обороне. И потом просто на смене сторон делали дело, которое они должны были делать немножко раньше. Так что здесь остаётся одна у нас Ливерпульчик. И она, что же била снежку, хороший хэдшот. Ну и один в один против Purple KSS. Твои ставки! Быстро! Быстро! Ливерпульчик! Ах, ты знал! Конечно! Конечно! Ну и всё-таки третий раунд уже имеется для команды Токсигарпес. Опять же, сейчас начинаются проблемы именно с Б-плейнтом. Не знаю, надо что-то делать вообще с длиной. Команде ДТРМ. Либо вообще отпустить сейчас лонг. Пусть подходят сами у нас девчонки команды Токсигарпес. Отойти в бомбсайд. В закрытую вообще заищи где-нибудь на боковую. Спрятаться плюсом хэлпу на пески посадить. Но как только длину проходит, занимая сразу же Б-плейнт. И выбивать его очень тяжело, как показывает практика. От Элиго. Даблкил имеется. Здесь же Эстер разменивается моментально. Но 3 в 2 в очередной раз. И такие раунды мы видели с вами неоднократно. Мне кажется, из 5 прошедших, 4 было именно в подобном ключе. И девчонки из команды Токсигарпес здесь воевали довольно неплохо. Выход на железо имеется. Там мародерка уже сидит в упоре. И с префом должна была выходить Кисмайл. Неплохой выпад. Есть минус. Ну и 2 в 2. Так, ну что. Майн контрол Кисмайл. Очередной, кстати, было, по-моему, 2 раунда. Или 3 даже подряд раунда от команды Токсигарпес сыграть клатч раунд. И ни один из них не закончился успехом. Хотя мы знаем, насколько Кисмайл индивидуально умеет отыгрывать такие позиционки. Ну и вот залетает из тестейшн Смайн контрол Кисмайл. Забирает свою оппонентку. Ну и вот просто дальше будут стоять. Понятное дело, Белоснежка здесь байтится. И Кисмайл закрывает этот раунд в пользу своей команды. Это уже 4-2. Но я думаю, здесь, Максим, можно говорить о том уже, что 6-3. Это было действительно слишком светлое будущее для команды Детерейм. Несмотря на то, что команда действительно очень импонирует. Согласен, согласен полностью. Но сейчас самое главное, чтобы 3 раунда для себя взяли. Я, возможно, сейчас потороплюсь вообще с выводами. Но если по первой половине здесь девчонки Токсигарпес возьмут 5-6 раундов, то эта карта будет просто безвозвратной для Токсиков. И будет здесь 2-0. Но вряд ли Детереймы смогут как-то вернуться. Шанс, конечно, будет. Но он будет очень маленьким. И очень сложно будет камбэчить. Элигот сейчас ликвидировали. Это фраг-лидер команды Токсигарпес на данный момент. Екатерина бакает знатненько. Но и сейчас как же девчонки справятся без своего MVP. Пока что находят минус по Purple KSS. И опять же уходят на длину. В очередной раз будет закрываться B-Plaint. Но там мародерка все-таки отходит назад за Ищи. Зачекают ее тут или нет. Так. Ну что здесь? Очень хорошая позиция мародерки. В принципе, Kiss Smile может ее даже не чекать сейчас. И она не зачекала. Но благо здесь Mind Control ее спасла от неминуемой смерти. И Белоснежка! Ой-ой-ой, Камен, какой Ливерпульчик здесь для себя. Просто открыла. Океаническая остается вместе со Station вдвоем. Но уже по океанической есть информация. Ну и примерно могут догадываться, как будет играть с Station. И снова этот перекрестный огонь от Kiss Smile и Mind Control. Только позиционка поменяли. Теперь Kiss Smile стоит ближе к длине. Ну а вот Mind Control уже успела погибнуть. Ииии... Ливерпульчик! Семью ХП делает разницу в три раунда. Для своей команды это 5-2. И уже первая половина в любом случае за командой Toxigarpis. Теперь единственный вопрос остается в том, что... Насколько сильно далеко уйдут? В 5 раундов? Точнее, на 5 раундов? Или же все-таки чуть меньше? Ну что, Детереймы. Я думаю, сейчас, с учетом того, что они понимают, что соперницы выходят уже в тотальную доминацию, они должны быть немного расслабленными. Такими уже более... Не то что на релаксе, а нервы должны отойти на задний план. Ну и, возможно, у них все-таки получится забрать 2 раунда у своих соперниц. В очередной раз интерфраг у нас имеется по Эли Год. В очередной раз у Ашки погибают первыми. Ну и за это надо цепляться. За это надо цепляться. Белоснежка в кафе пытается сыграть против девятки. Там Майнд Контрол пытается вызвать свою соперницу на перестрелку. Но 10 хп. 10 хп. Зря Белоснежка открылась. Кисмайл также ликвидирует мародерка. Я просто не успеваю по девчонкам переключаться, как они отправляются в таверны. Ну и выход на мидл. Есть также число зверя. Ой, на лонг. Прошу прощения. Число зверя находит там минус. Занимается Б-плейн. Фугас установлен. 2 в 2. Ливерпульчик байтил и на себя под площадью. Так что навряд ли там девчонки просто так пройдут. Да, они пошли чекать. Но тем не менее понимают, что сейчас соперница будет ждать скорее на длине. Ливерпульчик... Что ты ставишь? Ну, в линию. В линию вышли. Это понятно, как оно залетело. Но... Это было красиво. Да, ничего не скажешь. Ливерпульчик. Отличные два минуса в завершении предыдущего раунда. И последний раунд первой половины. Ну, здесь почти-почти повторение карты ВВГ. 8.1. Ну, 7.2, я думаю, будет. Либо все-таки 6.3. Так, Максимка. У нас нажал заветную кнопочку. Ну, здесь уже ситуация 5 в 2. 5 в 1. И Кисмайл никуда здесь, конечно же, не уйдет. Максим, ты ничего толком не пропустил. Здесь просто была мясорубка. И теперь Кисмайл находит все-таки один минус. Но, ребята, вы, конечно же, этого не видите. Поэтому, я вам скажу так, что, скорее всего, здесь просто будет 6.3 первой половины, чтобы вы не ломали свое воображение. Я спрошу вас, как у вас дела? А кто не ответит, тот очень некультурный человек. Так, ну что, 6.3. Заканчивается первой половиной в пользу команды Токси Гарпис. И при этом это была атака. То бишь, сейчас будет оборона. И я думаю, здесь недолго ждать нам концовки первой половины. Ну, да, 6.3. Герман, вопрос на миллион. Арсенал Лондон, ЦСКА. Насколько кто победит? Победит Арсенал со счетом 1.0. 1.0. ЦСКА не реализует свои моменты. Так, что у нас там? Что здесь вы пишете? Опять же, верните лычку. Верните девочке лычку. Почему девочка без лычки? Кого у Кассиопи отобрали? А я не знаю, нет. Ирена Демпайр, you know? You know? Ирена Демпайр. No. Ирена Демпайр. Она говорит, Света! Света, где моя лычка? А лычка-то и... Я не знаю, она была вообще начислена или нет? Так, ну что? Увы, не мы. Скажем лычки и тебя ждем, Герман, жми уже. А ты уже зашел? Ну так все! Ну ты быстрый Гонсалес Нижнетагильский. Ну ты даешь, парень. Ну ты молодец, конечно. Ладно, поехали. 6-3. Первая половина закончилась. Едем на вторую. Но сейчас вся загвоздка в том, что Токсики будут в обороне. 6 раундов забрали по атаке. Это уже отмечалось Германом. Я повторюсь еще раз. И не знаю, как Детреймы будут играть. Ну просто не знаю, на каких силах, на какой морали вообще что они сейчас будут выжимать из себя. Но тем не менее, будет интересно посмотреть, будет ли этот камбэк. Будет ли этот камбэк из Риэл Эстов все-таки отправляется у нас сейчас на перестрелку с площадью. А Крпул КСС неплохой минус. Элигот разменялась. Но здесь серия минусов у нас проходит на карте. Надо на момент. И девчонки пока что показывают себя очень агрессивно. Надо им отходить как-то чуть более назад. А то Токсики здесь могут провалиться очень сильно в обороне. Они в принципе уже просели там Элигот очень бита. 5 хп и Кисмайл также надамажили. А Аплейнт уже занимается. И в принципе с таким холсбаром выбивать Аплейнт будет очень тяжело. И это неплохая заявка на 4 раунд со стороны команды ДТР. Но поехали смотреть, что же будет сейчас. Белоснежка готова принимать выход Кишки. Но здесь Элигот с уашками. Будет ли какой-то вантап от нее или нет? Да, есть минус. Неплохой. Но и океаническая. Также 14 хп. Да ладно, ну девочки, ну как? Как такое отдается? Ну, зашли в плейнт. Все законтрили. Выход Кишки, выход Меда. Все закрыто. Все прекрасно. Ну, как отдали. Просто Амалигот Рыдовая пошла вантапами раздавать своим соперницам. И Кисмайл плюсом подсаппортила с Меда. Ну, просто браво. Просто браво. Девчонки команды Токси Гарпиас. По сути из раунда, который должен был быть проигран. Они делают просто конфетку. И выходят отсюда победительницами. От Purple Kisses очередная агрессивная игра на кафе. Есть неплохой минус. Ливерпульчик с числом зверя карает своих соперниц сейчас. Ну и от Мародерки вместе с Эстой. Довольно неплохой выпад на площадь. На мид вообще. И занимается в очередной раз апплейн. Элигот. Екатерина. Ну. ОАшки в руках. 36 патронов. Сотня холлсбара. Грозное оружие, конечно, у команды Детрейм. И, ну как, ну как так-то, ну простила, откровенно говоря. Идет дальше пушить свою соперницу. Серьезно. Эста. Ну ладно, хоть Эста закрыла. Но если бы сейчас Элигот законтрила плейнт. И потом еще просто фликшотом поставила по Эсте. Это было бы просто что-то из области фантастики. Ну а так пока что все-таки 7-4 имеется. Детрейм и отыграли хотя бы один раунд для себя. Но по-прежнему доминация соперника сохраняется в размере трех раундов. И Эста в очередной раз находит опен фраг. Погибает число зверя. Но и выход надо как-то в закрытую, мне кажется, отойти. А то здесь в агрессии контрят очень уверенно Детреймы. Смотри, какие молодцы. Просто давят. Давят. Они, мне кажется, поняли просто команда Детрейм. Что действительно, если они будут тропко себя чувствовать. И, наверное, не будут делать то, что им надо делать. Они, скорее всего, это проиграют карту прямо в салате. Ну и сейчас первые два минуса за ними. Правда, Элигот, Элигот. Катя, Катенька, ну пожалуйста. Остановись. Остановись, Белоснежка. Остается вдвое вместе с Purple KSS. И Ливерпульчик, конечно же, с Кисмайл попробует затащить этот раунд. Но на поставленной бомбе это будет сделать крайне непросто. Тем более, что у Purple KSS есть также еще парные ОАшки. 28 патронов в них. Этого более чем достаточно. Ну а вот Ливерпульчик уже заходит на вопрос в том, чекнет ли. Чекнул. Но здесь патрон кончается. Белоснежка пошла на хелпу. Но эта хелпа была абсолютно никакая. И счет на табло становится уже 8-4. Переходя за команду Токсигарпес. Но пока что продолжаются такие... Ну, по крайней мере, на второй половине начинаются именно эти качели. Поза тот раунд, да, все правильно, начинался именно так же. Девчонки забрали себе один раунд из Токсигарпес. Потом отыграли ДТРМ. И сейчас опять забрали Токсики. Но Токсики сейчас могут прекрасно понимать, как контрить своих соперниц. Все-таки уже неоднократно играется агрессивный раунд под кафе. И, в принципе, к нему были готовы от майн-контрол. Неплохой минус. Далее Сто Стейшн разменивается на миду. И здесь число зверя. В принципе, ее не простило. Правда, там океаническое. Зажимает просто вместе с Белоснежкой кафешку. И Кисмайл. Число зверя 2 в 3 в очередной раз. Но выход по кишке у нас будет под альфу. Там Белоснежка уже в упоре находится. Есть первый ван-тап от число зверя. Второй будет или нет. Но там две соперницы под кишкой. Она дает информацию Кисмайлу. И они просто будут дожидаться сейчас своих соперниц. Кисмайл закрывает выход миду. Ну, число зверя. И самое неприятное в том, что число зверя не потерял здесь ни одного хп. Но неприятно, конечно, для команды ДТ Рэйм. Это раунд номер 9. 9-14 на табло. Целых 5 матч-поинтов для команды Токсик Гарпиус. И, ну, похоже, это крайний аккорд этого матча. Ну и, возможно, здесь еще, конечно, раунд. Ну, может, парочку заберут командам ДТ Рэйм. Но здесь сразу же Элигот идет в аркаду. А от Эстон Стейшн есть отличные два минуса. От Майнд Контролл есть размена. Это выход по длину. Выход по длину. Там только одно число зверя. И ей нужна срочная хелпа. И Майнд Контролл с Ливерпульчика пока что не торопится. Но здесь Вита просто должна жить. Не надо давать себя в обиду здесь. Просто постараться закрыться. Так она еще и вот так вот отвечает. И вот так вот отвечает. Да, боже ты мой. Да что это такое происходит-то? 18-е плюс средь белого дня. В скобках 21-27 по Москве. Ну и была Снежка одна в два. И по ней есть информация. Ливерпульчик там просто уже по ней столько попало. Что здесь Майнд Контролл остается просто одну тычку добить. Что собственно говоря и происходит. 10-4. Вторая карта за Токсик Гарпис. И это ГГВП. Браво. Браво-браво. Очень хорошая игра здесь конечно от Токсиков. Ну и... Подожди. 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 Напахивают какими-то ставками? Ты все это время говорил сам с собой. Ну не все. Вот последние несколько секунд. Я забыл включить микрофон. С тобой-то говорю в ТС-ке. А меня там не слышно. Поздравляем Токсиков с победой. Молодцы девчонки. Ну и... Желаем им также продолжать о команде Детрейм исправлять ошибки. Так. 10-4 на Токсик Гарпис. Амнезия Хейс. Пиши мне вконтакте Герман Громов. И я тебе выдам твой подарочный сертификат на миллион долларов. Как сказал Мираж. Дорогие друзья. Мы увидимся с вами через несколько минут на третий матч. Поэтому не скучайте. Налейте себе кофе. Несите плюшки. Печенюшки. Ну и возвращайтесь обратно. Мы вас ждем. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok